Вопрос. В каком возрасте у нормальной, низкопримативной, воспитанной, рассудительной девушки должны закончиться комплексы, страхи, загоны перед мужчиной, боязнь и отношениям? Психические отклонения опустим. Смотрите. Кроме психических отклонений, то есть психических заболеваний, шизофрении и так далее, есть психологические проблемы. Это, например, ну мы не берем, например, фобии клинические. Мы берем психологические проблемы, ну например, кривой семейный сценарий. Женщина воспитывалась бабей и ями. В однополой семье, с бабушкой и с мамой. Для нее мужчина это изначально инородный элемент, незнакомый, чужой, инородный, как инопланетянин какой-то там с непонятной планетой. Она не знает, она не знает, зачем он ей, он ей не нужен, она всю жизнь жила без мужчин, мама жила без мужчин, бабушка жила без мужчин. То есть, и когда появляется какой-то мужчина, она думает, блин, на кой лет он мне нужен-то, что с ним делать-то, он мне не нужен, и что-то, и вроде как, теоретически, вроде как нужен, вроде говорят, что полная семья должна быть. Но я этой полной семьи не видела нигде ни у кого. И так, знаете, вот так, блин, то ли нужен, то ли не нужен, то ли вредный, то ли что-то лезет, что-то свои лапы распускает. То есть, понимаете, вот в каком возрасте это в норме, в норме этого нет вообще никогда. То есть, маленькая девочка не боится своего папу, она не боится своих братьев. Там подросшая девочка, там, не боится своих одноклассников мужского пола. Мы сейчас говорим не про отношения, просто мы сейчас говорим просто про какие-то социальные, межполовые, даже не межполовые, но социальные взаимодействия на уровне дружбы, там, приятельства, родительства, каких-то там, там, брат, сестра, тетя, там, дядя, племянник. Вот так вот. То есть, мы сейчас не затрагиваем каких-то там половых отношений. То есть, в норме человек воспитывает, человек растет без боязни к противоположному полу. В норме. С рождения до смерти. У него нет боязни отторжения противоположного пола. Это не говорит о том, что он должен, там, не знаю, вступать в отношения с каждым представителем противоположного пола, даже наоборот. Просто нет боязни, вот вы перечисляете комплексов, страхи, боязнь, там, в норме у человека ни в каком возрасте этого нет. Нет, понятное дело, что если там какой-нибудь там 17-летней девушке там подгребет какой-нибудь там 70-летний старик и там начнет ей делать какие-то непристойные предложения, то понятное дело, что она его испугается. Это совершенно закономерное явление, просто вот, ну, даже вот иного просто и предположить нельзя. Ну, если, например, там, к, там, не знаю, там, где-то там какой-нибудь там этот одноклассник подойдет к своей однокласснице и предложит, предложит, там, не знаю, после школы, там, пройтись вместе до дома, то никакого страха вообще-то у нормального человека без психологических проблем не возникнет. Мы опускаем психические проблемы, то есть мы не берем, например, шизофреников, мы не берем, например, людей с фобиями, которые, грубо говоря, мочатся там и в панике у них начинается паническая, это паническая атака, я не знаю, там, что, какие-то страшные явления от того, что он, например, увидел, там, не знаю, мужчину или женщину. Вот. То есть в норме ни комплексов, ни загонов, ни страхов быть не должно с рождения до смерти. И это зависит не от возраста. Это зависит от импринтинга, от семейного сценария, от личного опыта и так далее. Но если мы именно говорим загонные страхи, то это, скорее всего, зависит от импринтинга и от семейного сценария. Личный опыт обычно, если, например, женщина воспитывалась в нормальной семье, но потом у нее был негативный личный опыт в уже возрослом состоянии, то у нее не будет, например, страхов, у нее не будет мужефобии, у нее не будет боязни отношений. Она просто будет более подозрительна, более осторожна, вот так вот. Но она не будет, например, белеть при появлении мужчины. И машинально там хвататься за кирпич, чтобы его ударить по голове. А вот если она, например, была в детстве изнасилована, тогда да, тогда такая реакция возможна. Но, опять же, это посттравматические дела. То есть вот это ее чрезмерный страх в ситуации, когда ничего не угрожает. Это, опять же, посттравматические какие-то психические проблемы. То есть то, что вы перечисляете, значит, резюмирую свой длинный ответ. Вот Говенрадар, то, что вы перечисляете, является... Значит, этого быть не должно ни в каком возрасте. То, что вы перечисляете, является следствием каких-то проблем, каких-то психологических...